У каждой марионетки свой характер. Театр «Бородячая собачка» приоткрыл для юных жителей района дверь в закулисье кукольного царства. Театр «Кукольный» начинается еще раньше в вешалке с мастерской, где рождаются главные герои. Сперва создают эскиз на бумаге, затем необходимо шить тело и вылепить голову из полимерной глины, затем соорудить персонажу костюм. Сложнее всего приходится с механическими куклами, говорят мастера-бутафоры. «Оставляется какая-то часть незакрытой, вырезается и ставится механика, выводится наружу курок для управления, чтобы глазки открывались и закрывались». Сама принеси! Создать куклу – еще полдела, заставить ее оживить. Вот целое искусство. Куклы бывают нескольких видов. Планшетной порой требуется помощь сразу пятерых человек. В тростевых движениями туловища и головы приходится управлять специальной машинкой, вшитой внутрь корпуса. За паркетную актеры вовсе ходят, надевая ее башмаки. И только с классической марионеткой управляться проще всего, как в жизни. Достаточно лишь подергать за ниточки. У каждой из них свой характер, уверяют актеры-кукловоды. И порой далеко не самый кроткий. «Мы передаем свои индивидуальные качества кукле. И поэтому к ней надо с уважением относиться. Если не любить свой персонаж и куклу, то она может отомстить. Она может где-то случайно убежать, то есть завалиться или еще что-то». Почему театр носит имя «Бродячая собачка» – однозначного ответа нет. По словам художественного руководителя учреждения, есть целых три версии, но ей ближе вот какая. «Естественно, эта перекличка идет с Серебряным веком, с арт-подвалом «Бродячая собака». Ну а «Бродячая собачка», потому что это театр кукол, маленький театрик». Кроме того, раньше у театра не было своего помещения, и трупе приходилось ютиться по подвалам, выступать по школам, домам культуры. К сегодняшнему дню собачка добродила до трех номинаций в престижнейшей национальной премии «Золотая маска» за спектакль «Снегурочка». Лауреаты станут известны 19 апреля.